доброе утро дорогие друзья приветствую всех на интерстриме инвесторов и trade tv меня зовут игорь суздальцев я еще раз сверился с датой 5 мая у нас друзья 2020 года сегодня вторник мы ожидаем хорошее движение но и то что уже происходит уже радует и дает надежду на хорошие заработки как обычно мы утром проводим инвестиционные идеи чтобы определить основные направления движения и инструментов которые мы в основном торгуем еще раз напоминаю что и trade tv эта площадка абсолютной конкретики куда идет инструмент никаких развлекательных никаких обучающих моментов у нас есть то есть люди просто нас смотрят это и есть лучшее так сказать обучение в процессе работы и торговли вместе с нами и лучшее развлечение для тех кто любит естественно финансовые рынки ну что друзья давайте посмотрим что сегодня говорит на технический анализ затем фундаментальный ну а затем примем с вами решение как нам жить и работать ну что коллеги евро доллар вчера удержался в отрицательной зоне сегодня минусует дальше видимо по тех анализу вниз на отметочку 107 75 мы все-таки идем все-таки доллар определенную доминацию устраивает гость 63 пишет а как же прогноз в обе стороны одновременно если не вверх то вниз но у нас такой редкость гость 63 есть у спикеров да но вот в утреннем торговом в утреннем инвестиционном плане который сейчас я веду инвестиционной идеи согласитесь такого не бывает поскольку я человек наверное самый конкретный изо всех самых конкретных людей которые собрались на и трейд тв если бы у конкретных людей был спецназ я бы и был его командиром поэтому друзья евро доллар все очень конкретно одна сторона гость 63 согласитесь фунтик пока он в плюсе подню до у евро уровень 1 0 8 86 у фунтика 1 24 49 жду вниз не верю в движение наверх 1 22 85 всю неделю я чувствую эту цель мы будем озвучивать ну вообще за неделю не будем забегая вперед а сегодня так коллеги доллар е на самый загадочный инструмент я думаю что его занесли нам инопланетяне рептилоиды с проник с планеты не беру потому что он вообще не подчиняется никаким нормам рынка стоит тупо 106 76 4 чуть вниз доллар идет вверх он стоит доллар идет вниз он стоит в большинстве случаев ходит на зло рынку то есть я купил раз году покупать доллар иену думаю тут уже сто процентов сейчас пойдет все уже пять раз должен должен был сходить вверх и вниз с тех пор как я его купил на этой отметке это даже уже не смешно коллеги все кто понимает валютную пару доллар иена мой респект и уважение александр пишет я продал серебро сейчас посмотрим александр вашу идею вот ну а доллар е на коллеги но если дорого доллар по другим инструментам укрепляется но неужели мы можем ждать это сказать поение прям какого-то другого развития событий конечно ждут доллар я наверх на отметочку 107 77 надеюсь что мой так профит все-таки в этом году еще состоится доллар швейцарский франк ну вот цивилизованный инструмент день наверх 2 наверх 0 96 70 здесь боже мне так профит был два раза да естественно и цель по тех анализу мы сейчас рассматриваем 0 97 52 да да такая цель есть ждем нее доллар канадец вчера было открытие сегодня чуть снижается но понятно нефть растет но посмотрите не не стремительное движение такое впечатление что в нефта не очень не верят моменте но в любом случае доллар канадец вниз пока промолчу потому что давайте нефть разберем и тогда уже к доллару канадцу вернемся пока во всяком случае нефть укрепилась хорошо бренд более чем на 5 процентов значит wti более чем на 7 процентов то есть нефтюшка дала а доллар канадец ну так скажем несколько ослабел далее коллеги австралийц второй день наверх это против течения против доллара доллар укрепляется австралийц растет по доллару что какая-то новая история по австралийцу не очень верю сам сам не войду больше смотрю его вниз но поскольку растет против волны не пойду поддерживать не буду поскольку не понимаешь чего австралийц растет доллар турецкая лира пробивает очередные уровни в 7 0 4 72 в моменте ну и наверно дальше наверх да верю дакс коллеги вчера с гэпом ушли вниз но отросли сегодня с гэпчиком небольшим вверх тоже подрастаем но не пора ли уже фонде то вернуться уже ситуация более-менее постабильная да есть еще тревожные новости мы о них сегодня тоже поговорим но мне кажется уже давно надо было привыкнуть к этим тревожным новостям нет нет видимо нет и дакс пока не убедителен 10 635 я бы покупать его не стал хотя и по тех анализу можно прогуляться наверх мне не полезу не полезу до s&p 500 друзья тоже второй день наверх но прямо в середине торгового диапазона и тоже конфликт встречных новостей которые по сути нейтрализуют друг друга не с точки зрения тех анализа поскольку мы в середине торгового диапазона не с точки зрения фундаментального не вижу возможности заходить фондовый рынок непонятно золото друзья она пыталась расти вместе с долларом сейчас доллар по еврику смотрите в хорошем плюсе а золото в минусе корреляции уже нет сегодня вот тоже загадка для меня если по долларовым парам более-менее мне кажется можно действовать то здесь не совсем понятно но от низа мне кажется уже оттолкнулись я бы ждал золото наверх честно говоря для меня золото больше вверх чем вниз но сам бы не зашел моменте 1695 сам бы тоже посмотрел смотрите какой трудный сегодня не валютный рынок весь прямо трудный и фонда и металлы сейчас на нефть еще посмотрим серебро вниз да вот серебро поочевиднее вчера пробуй сегодня ретест уже сделан да коллеги по серебру прочее виднее на мой взгляд с моей точки зрения я бы двинулся во всяком случае вниз по нему американский сорт нефти друзья на 2236 июньский контракт здесь важная новость а брокер свисквод банк на платформе которого мы сейчас находимся это метатрейдер 5 свисквод банка прислал мне вчера письмо о том что этот июньский контракт будет завершен на три дня раньше не 18 числа он будет завершен до экспирации естественно до 20 числа обычно за пару дней они закрывают а они решили закрыть просто его заморозить в полночь принудительно закрыть все позиции значит 15 это следующая пятница 15 полночь все будет закрыто одновременно они дали сразу июльский контракт вот пожалуйста я открыл июльский контракт сейчас здесь пози котировка 24 66 на июньском текущая 22 42 а на июльском 24 65 контанда на вот и идея была такая что рассмотрите вариант раннего перехода то есть они сейчас они хотят заходить в экспирацию по WTI не только за два дня это всегда не проют за два дня закрывается чтобы вы не выходили на дату экспирации с этим контрактом а за пять дней с учетом того что московская биржа вообще за так сказать экспирировала в конце апреля за три недели то то что швейцарцы экспирируют за пять дней видимо чего-то боятся боятся наверное повторение опять отрицательных цен или чего-то такого я честно говоря немножко удивлен потому что два раза снаряд в одну воронку не падает если они будут делать они не обязаны делать на экспирации они могут завалить нефть в отрицательную зону в любую секунду причину придумают после но то что прям такая жесткая привязка ну почему нет но в любом случае имейте ввиду что то кто торгует на свисткоте закрытие июньского контракта 15 мая а июльский контракт впервые кстати говоря за 10 даже за 12 дней до экспирации до замораживания скажем так обычного контракта экспирация чуть позже естественно так вот до за 12 дней до замораживания этого контракта в обычном варианте открыт уже следующий контракт то есть они косвенно подталкивают нас к переходу на следующий контракт раньше умышленно целенаправленно тоже что-то бояться и горская пишет вот вам и швейцария игорь скальтер наши перешли за три недели за 21 день швейцарцы переходят за пять дней при том что обычно за два то есть да они на три дня раньше согласен мы только разница три дня и три недели есть и они предупреждают заметьте за вчера прислали письмо за 11 дней предупредили не за один день за 11 поэтому друзья то что уже абсолютно серьезно а то что и московская биржа и швейцарский брокер они все-таки выступает заранее закрытие на мой взгляд это опасение абсолютно напрасно еще раз повторю снаряд два раза в одну воронку не падает все будут предубеждены все примут меры все выйдут поверьте мне не только на форекс брокерах но и на чикарская биржа на намексе вот ну раз они так дуют на воду ну почему нет имейте ввиду что все 15 закрытие июньского контракта ранее очень ранее для швейцарцев уже открыть второй контракт июньский можно уже заходить позиции открывать сделочки сейчас моменте 24 83 котировка если кто хочет продать вот значит и это все впервые то есть мы живем во времена когда все впервые вот эти меры приняты иметь это ввиду ну кто его знает может быть уже прямо сейчас и начать торговать нефть потому что июльскую потому что июльская будет закрытие позиции на свист-клоте будет 18 июня вот в июне они закрывают как обычно 18 то есть получается у них страхи в основном вот касается майского то что произойдет в середине мая как-то за июнь они уже поспокойнее вот такая логика интересная далее друзья бренд это все было дабы у тебя естественно бренд 29 14 блестящий рост да естественно и по дабы у тебя блестящий рост и по бренду блестящий рост у всех хорошее настроение радостное ну надеемся что сегодня это настроение будет поддержана во всяком случае никаких страшилок для непокупки нефти я сегодня не вижу мы торгуем энтродей кто торгует средний срок долгосрок тот давно уже купила недавно позиция вот сегодня интродей на мой взгляд можно покупать совершенно так сказать во всяком случае ничто на мой взгляд этому не препятствует так что берем держим ну естественно к ситуацию смотрим внимательно натуральный газ блестящий рост показывает посмотрите сегодня что творить 2094 давно мы этой цифры 2 видели очень рад что она вернулась так что это еще один аргумент в пользу покупки нефти раз энергоресурсы пошли ну значит стоять стороне не надо даже те кто говорят что вот теперь часто будет появляться отрицательные цены и так далее я тоже кстати допускаю что они будут появляться нефти на отрицательные цены их нигде того сделали чтобы они лежали в пыли там в шкафу будет но не сегодня потому что сегодня хороший рост а плюс давайте посмотрим что будет поближе к экспирации все-таки пока связывают отрицательную зону экспирации по WTI давайте пока из этого и и исходить коллеги поэтому сегодня мне кажется день покупок энергоресурсов доллар и китайский юань коллеги вниз да вижу вполне и наконец вчерашняя наша дискуссия коллеги мы с вами вчера это часовой график обсуждали кто у нас наилучшайший прогнозист по доллару рублю восемь человек напомню поучаствовали в прогнозах ну и вот на сегодняшний день в моменте семьдесят четыре ноль восемь сейчас моменте но было и у нас давайте отметим лой лой был семьдесят три восемьдесят девять поэтому два наилучшайших у нас прогнозиста это а павел семьдесят четыре восемьдесят четыре восемьдесят давно еще ночью сработал его прогноз и вот прогноз владислава орехова на этом часе сработал семьдесят четыре у нас было поэтому два человека заработали бешеные деньги мы их поздравляем и этот коллеги картинка перед вами демонстрирует успешность интер стрима как система где сходится много стримеров и много прогнозов много торговых идей вот это всегда успешнее чем моно стриминг допустим отдельные коллеги выступают делают стримы делают прогнозы коллективный разум всегда лучше чем один поверьте мне даже самый умный человек он все равно так сказать выбрал позицию все а здесь у нас восемь умных людей сделали прогнозы и сегодня повезло павлу и слава орехов вот ну и на мой взгляд некоторое движение вниз может продолжиться на росте нефти во всяком случае вот поэтому надеюсь что и прогнозы анатолия ренбурга тоже отработает так глубоко как илья корове на 65 ну дай бог и вы знаете а сторонник сильного рубля я так сказать прямо дискотеку включу в эфире трейд тв по этому поводу но на по всяком случае это не сегодня эта мечта есть у всех у нас но думаю что это точно не сегодня ну а сегодня будем смотреть внимательно коллеги прежде всего конечно за нефтью эти показатели стирать не буду пусть они останутся как ориентир пусть пока поработает часовой график вот будем надеяться что мы еще take profit и по другим позициям тоже увидим вот так друзья выглядит сегодня технический анализ фундаментальный анализ сегодня есть тревожные нотки и прежде всего сша активизирует свои наезды на китай россии и венесуэлу много с разных сторон информации но озвучу только по одному по одной информации на каждую страну вот например министерство госбезопасности китая предупредила о рисках вооруженной конфронтации с сша вот растет волна враждебности они отмечают и так далее дело может закончиться вооруженной вооруженным конфликтом этого я не помню давно такого прогноза это доклад исследовательского центра при министерстве госбезопасности китая для высшего руководства страны то есть это не шутки это все серьезно поэтому отсюда может прилететь думаю что не сегодня естественно сегодня я думаю все подрастает но вчера подросло и америка китай сейчас подрастает я не до фондовый рынок поэтому на мой взгляд сегодня фонду можно покупать вместе с нефтью вместе с рублем в плане продажи доллар рубль естественно продажи си вот но через некоторое время это может сработать может быть на той недельки но смотря когда так сказать это все выльется наружу то есть напряжение напряжение есть и она нарастает по линии сша китай и понятно что то что мы обсуждали вчера то что сша обвинила китай в том что они знали о серьезности эпидемии коронавирус и тянули время для того чтобы закупить во всем мире препараты и оборудование и в том числе защитные материалы то есть как бы у людей покупали для себя а людям не сказали чтобы тени ввели запрет на вывоз ну то есть не сильно хорошо у тайской стороны вот видимо в этом и ключевое понятие конфликта сейчас и есть так что смотрим внимательно за линии китай-сша там сейчас может быть очень остро по россии нью-йорк-таймс получила премию улицеровскую за критические статьи о россии вот они посвящены противоправным действиям российских властей остро критикуют российское руководство и персоналии конкретно и так далее не буду вдаваться в детали но то что именно авторы этих статей получили высшую журналистскую награду чем она в мире котируется очень высоко конечно это понятно это весь политический контекст и поэтому отношение сша россии тоже если кто-то думает что будет сняты санкции еще что-то не выдумывайте вы чего полицера дают за такую острую я посмотрел материалы озвучивать даже не буду настолько остро критикуют российскую политическую элиту уже и за это дали высшую журналистскую премию то есть направленность американской политики в отношении россии она очевидна не надо выдумывать никаких там смягчений и так далее друзья венесуэла власти на венесуэлы задержали 13 наемников которые пытались вторгнуться в страну заявил президент венесуэла мадуро один из них сообщил что двое взятых в плен американцев состояли в охране президента сша дональда трампа отметил он опаньки но зачем закидывать наемников сейчас внесуэла это понятно вот на то что два охранника трампа участвовали в этой спецоперации это конечно серьезное такое обвинение и там сейчас обострение будет резко ну то есть а дональд трамп перед выборами решил разобраться с тремя оппонентами получается это китай россия и венесуэла северная корея как-то в стороне я думал что на нее наедет уже самая маленькая можно отметили но по правилам так как политической игры маленькая победоносная война перед выборами очень полезно не это он взялся за большие цели развалить китай развалить россию развалить ленисуэлу то есть тут цели такие серьезные он такой амбициозный очень политик ну посмотрим чем дело закончится тем более что я почему-то с удивлением на это смотрю три таких больших задачи ставить одновременно это очень сложно тем более что внутри страны ситуация это осложняется посмотрите нью-йорк-таймс опубликовал правительственный внутренний документ согласно которому к первому июня будут фиксировать по 200 тысяч новых случаев коронавируса в день и по три тысячи смертей от коронавируса в день вот что то сказать исследования показывают что может быть к первому июня первому июня тут 25 дней осталось вот поэтому там нарастает а мы сейчас немали немалые цифры она еще нарастает еще и пик не пройден и вот на такой внутренней сложной ситуации на пике коронавируса еще и бороться с тремя серьезными противниками пока экономически но увидите уже китайцы ожидают его и военизированного конфликта но это такая серия это такой челлендж такой вызов серьезный дональд трамп себе берет очень это может закончиться не совсем так как он думает честно вам скажу но посмотрим на все что будет происходить и то что в штатах такие пики естественно не выдумывайте никакие вы плато в москве в россии не выдумывайте нет никаких платон наоборот я думаю сейчас будут ужесточать вот этот режим ограничение передвижения прошу вынуждена все летит вверх не знаю как вы чё жить то надо жить то надо давайте так сказать это спасаться сначала потом разберемся поэтому у нас многие спикеры на дачах сидят боятся в городах нос высунуть правильно делают разберемся кому выступить сейчас мы найдем лучше в июне таскать придемся полномасштабной деятельности вот и главное чтобы все были живы-здоровы пока у нас на это и вы ни один человек не заболел это очень хорошо вот это главный будет результат если в июне когда я надеюсь в июне и в июле уже будут подсмельчать режим и надеюсь что мы с таким же результатом и подойдем далее коллеги других странах тоже с коронавирусом связаны серьезные такие проблемы например в индии миллиард 300 миллионов населения за ию за апрель не продали и не собрали ни одно ни одной новой машины вы вдумаетесь миллиард 300 миллионов населения год назад за апрель продали 247 тысяч автомобилей и 6 68 тысяч коммерческих транспортных средств автобусами про автобус и так далее а тут 0 вы представляете уровень развала промышленности в индии автомобиль и во всем мире он приблизительно такой же но просто индия огромная страна с огромным населением цифры впечатляют в россии значительно меньше поэтому нас там естественно меньше недостача скажем так а там прямо в чем ни одного в индии за месяц ни одного проданного автомобиля и вы мне хотите сказать что не будет мирового кризиса я таким вас умоляю далее друзья российские новости на выступил председатель фонда сколкова аркадий дворкович бывший зам председателя правительства россии и сказал что по резидентам сколкова мы тоже видим что основные проблемы начнутся не прямо сейчас но он дискутирует по срокам проблем связанных с экономическим кризисом так вот он говорит что начнутся есть не в ближайшие несколько дней основные проблемы а вот примерно в июне в июле конечно все же отложенный срок сейчас упало производства негативные последствия через месяц-два будут заметны плюс ко всему когда падает производство падают компании за ними падают банки поэтому сейчас уже не занимайтесь производством она уже легло это понятно занимайтесь банками спасайте банки чтобы у вас не легла банковская система вот это будет настоящий кризис далее коллеги ну и хорошие новости давайте тоже посмотрим чемпионат мира по трейдингу сергей смайли вторая группа у нас лидер показывает доходность 6,2 процента в начале мая а за прошлый месяц вы помните него доходность была 5 процентов как как он и планировал но вот сейчас уже за первые пять дней у него она целых два десятых процента так что еще 3 и 8 процента до конца мая если он сделает это будет уже стабильная 5 процентная доходность два месяца по пять процентов у нас на глазах он и его команда говорят что они уже так сказать давно в таком режиме работают но поскольку мы люди недоверчивые мы вот наблюдаем апрель было 5 08 ждем значит такой же показатель приблизительно и мая в этом суть трд робота друзья стабильность последовательность все друзья давайте спросим у монеты что она думает насчет нефти бре сори сори WTI и июньский контракт все таки мы торгуем будем торговать до 15 а уже там сказать 15 утром выступим а 18 начнем уже с июньского контракта мне интересно посмотреть что с будет до конца чтобы за пять дней до экспирации монеты по монеты две стороны buy sell вчера монета показала buy ставим ей плюсик вот замечательно замечательно сегодня спрашиваем что WTI июньский контракт нам принесет бросая нет еще раз брошу не вылетела монета и не видели а вот сейчас увидели и и волнуемся смотрим байк вверх ногами это значит друзья что после обеда будет тоже сильный байк вот получается можно сейчас брать текущая цена 22 55 ну почему нет почему нет она росла она уже конечно путь немалый прошла нефть сегодня но она росла и в больших объемах и в два раза больше росла чем сегодня такие дни тоже были так что друзья смотрим макроэкономика сегодняшнего дня в японии официальный выходной что там японии за праздники сколько смысл только удивляюсь то помните день физкультурника то день зелени а сегодня называется официальный выходной в китае по-прежнему день труда нормально они там гуляют по делу все далее друзья выступление центробанков давайте смотреть другие события сейчас их значимость все-таки подснижается я бы сегодня ничего особого и не выделил подводим итоги коллеги доллар пытается вернуться на мой взгляд продажа евро доллар хорошая цель доллар японская иена хотя я прямо заинтересован в его росте не советую вообще ведет себя как не слушается по фонде по золоту не не хочу на этом останавливаться на мой взгляд продажи евро доллар центральная идея по нефти и газу до покупка какой контракт купить ближайший дальний какие соображения это уже сами решайте куда бы у тебя есть оба контракта по бренду есть июньский натуральный газ впечатляет натуральный газ впечатляет тоже бы советовал посмотреть на него повнимательнее хотя сегодня уже путь пройден большой вот но кто его знает он долго был в очень низких показателях может как раз его время и пришло так что по продаже евро доллара покупка нефти и газа сегодня основные идеи на мой взгляд наиболее интересное всем удачи хорошего настроения